Доброе утро, уважаемые телезрители, пользователи YouTube-канала. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем говорить о молитве Господней, Отче наш. И сегодня мы говорим еще об одном прошении, которое слышим в этой молитве. «Да будет воля Твоя, як он и небеси и на земли. Пусть будет Твоя воля на земле, как и на небе». Таково третье прошение молитвы Господней. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. И вот прошение это из всех кажется самым простым, самым понятным. «Пусть будет воля Твоя на земле, как и на небе». И действительно, если верит человек в Бога, казалось бы, он очевидно и подчиняется воле Божией, и принимает ее, и хочет, чтобы воля эта царствовала вокруг него на земле, «Как предположительно царствует она и на небе». Но вот на деле мы имеем дело здесь с самым трудным из всех прошений. Я сказал бы, что именно это прошение «Да будет воля Твоя» заключает главное – мерила веры. Мерила, позволяющая нам отличать в себе прежде всего, конечно, отличать подлинную веру от неподлинной, подлинную религиозность от поддельной. Почему? Да потому, что на деле даже верующий человек слишком часто, если не всегда, от Бога, о Котором он говорит, что верит в Него, хочет и ждет и просит исполнения своей, именно своей, а совсем не Божьей воли. И больше того, только для этого, только поэтому часто и верит, или говорит, что верит в Бога. И лучшее доказательство этому – Евангелие, рассказ о жизни Христа. Если мы его откроем и начнем внимательно вчитываться с благоговения в слова, которые произносит для нас Господь, то заметим, во времена земной жизни Христа «Не ходят ли поначалу за Христом несметные толпы народа? И не потому ли ходят, что Он исполняет как раз их волю, исцеляет, помогает, утешает? Но как только Он начинает говорить о главном, о том, что человек должен отказаться от себя, если он хочет следовать за Ним, за Христом, о том, что нужно любить врагов и полагать жизнь свою за братьев, как только учение его становится трудным, возвышенным призывом к жертве, требованием в сегодняшнем измерении невозможного, как только, иными словами, Христос начинает учить о том, что есть воля Божия, люди оставляют Его, бросают Его, больше того, оборачивается к Нему злобой, злобой и ненавистью. Это улюлюканье толпы у Креста, этот неистовый вопль, распни, распни Его. Разве не потому Он, что не исполнил Христос волю людей? Они хотели только помощи и исцелений, а Он говорил о любви и прощении. Они хотели от Него освобождение от врагов и поражение врагов, а Он говорил о Царстве Божьем. Они хотели, чтобы Он исполнил их обычаи и привычки, а Он нарушал их, ел и пил с мытарями, грешниками и блудницами. Вот давайте вдумаемся, разве не тут в этом разочаровании во Христе корень и причины измены Иуды? Иудо ждал, что Христос исполнит Его волю, а Христос вольно отдал Себя на поругание и смерть. Вот это все описано в Евангелии. Но и потом, на всем протяжении более чем двухтысячелетней истории христианства вплоть до наших дней, разве не видим мы все то же самое, особенно в наше время? Чего же мы все вместе и каждый из нас в отдельности хотим и ждем от Христа? Давайте признаемся честно, исполнение нашей воли. Мы хотим, чтобы Бог обеспечил нам наше счастье. Мы хотим, чтобы Он поразил наших врагов и недругов. Мы хотим, чтобы Он исполнил наши мечты и чтобы нас признал хорошими и добрыми. И когда не исполняет Бог нашей воли, мы возмущаемся и негодуем и готовы снова и снова отказываться и отрекаться от Него. Да будет воля Твоя! Но что же на деле? На деле мы разумеем, да будет воля наша. И поэтому это третье прошение молитвы Господней есть прежде всего некий суд над нами, над нашей верой. Давайте задумаемся, действительно ли мы хотим Божьего? Действительно ли желаем то трудное, возвышенное, так часто кажущееся нам невозможным, чего требует от нас Евангелие? И это прошение есть наша проверка. Это прошение также проверка нашего желания и устремления в жизни. Чего я хочу? Что составляет главную, последнюю ценность моей жизни? Где то сокровище, про которое сказал Христос, что где оно, там будет и сердце наше? если история религии, история христианства полна измен, разделений, то измены и разделения это не столько в грехах и падениях людей, людей, потому что согрешивший всегда может раскаяться, падший всегда может подняться, больной всегда может выздороветь. Здесь гораздо страшнее, потому что это постоянная подмена воли Божией нашей волей, моей волей, или, можно сказать, нашим своеволием. Из-за этой подмены и вера наша, и христианство становится нашим эгоизмом, и тогда она справедливо заслуживает обвинения, которое направляет на нее все наши недруги, или, лучше сказать, противники нашей веры. Тогда она становится псевдорелигией, и, пожалуй, нет на земле ничего более страшного, чем именно псевдорелигия. и тогда появляется все, что угодно. Кто-то уходит в землянки, образно говоря, кто-то видит знаки и на небе, и на земле, и все, что угодно. Посмотрите сегодня в интернет, и каждый ведь не просто рассуждает, а вещает, при том вещает, как будто истину в конечной инстанции. Вещает все, что касается и прививок, и вакцин, и всего-всего, я уже не говорю о богословии, но только неверого Христа. Вот только эти псевдоистины всегда прикрываются именем Христа. Вот только она, эта псевдорелигия, и псевдоистина и убила Христа. Его предали на смерть, распяли и издевались над ним и хотели его уничтожения люди, искренне считавшие себя религиозными. Но одни из них видели в религии национальное превозношение, и Христос был для них опасным революционером, говорившим о любви к врагам. Другие видели в религии только чудо, только силу, и для них висящий на кресте окровавленный и нищий человек был позором для религии. А третий, третий были разочарованы в нем потому, что он учил их тому, что они хотели услышать. Поэтому, может быть, повторюсь, но так продолжается всегда. И потому это третье прошение молитвы Господней, да будет воля твоя, так бесконечно важно. «Да будет воля твоя». Это значит, прежде всего, дай мне силы, помоги мне понять, в чем твоя воля, помоги мне преодолеть ограниченность моего ума, моего сердца, моей воли, чтобы различить твои, пускай и непонятные для меня пути. Помоги мне принять все трудное, все то, что мне кажется невыносимым и невозможным в твоей воле. Помоги мне иными словами захотеть того, чего хочешь ты, Господи. И вот здесь-то и начинается для человека тот узкий путь, о котором говорил Христос. Ведь стоит только захотеть этого Божьего, трудного и высокого, только захотеть, как тут же отворачиваются от нас люди, изменяют друзья, и человек оказывается одиноким, гонимым и отвергнутым. Но это всегда признак того, что человек принял волю Божью. И это всегда обещание того, что увенчает этот трудный и узкий путь победа. Но не человеческая, временная и приходящая победа, а победа Божия. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok